Это последствия нападения радикальных исламистов псевдохалифата на участок трассы, которая соединяет Дерри Зор и остальную Сирию. На дороге расстреляны грузовики, водители убиты. Это гражданские автомобили с продовольствием, которые двигались в город. Боевики расстреливали всех, кого видели на дороге. Главари так называемого исламского государства смогли перебросить из Ирака в Сирию более тысячи человек, которые должны были замедлить наступление бойцов правительственных сил. Террористы ИГИЛ организовали контратаки, цель которых перерезать основной путь снабжения Дерри Зора. Боевики им напали на опорные пункты правительственных сил. Здесь, в населенном пункте Эсшуле, это в 30 километрах от города, и в районе Сухне, это ближе к Пальмире. Несмотря на то, что террористы действовали дерзко и решительно, правительственным силам удалось отбить атаки и рассеять боевиков псевдохалифата. При этом, главари так называемого исламского государства координировали свои действия с боевиками из Нусры. Об этом говорят время и направление ударов. В российском оборонном ведомстве уже заявили, что в результате точных авиаударов по скоплениям боевиков только за 10 дней уничтожено более 2000 боевиков. Несмотря на это, обстановка напряженная до сих пор. Террористы ИГИЛ активизировались и на востоке, и в центре Сирии. Бои идут в районе населенного пункта Эль-Карьетейн. Боевики пытаются давить и у Пальмиры. При этом наступление сирийской армии в Дерезоре и окрестностях продолжается. Этот район на северо-западе Дерезора освободили совсем недавно. Но российские саперы уже приступили к разминированию жилой застройки и дорог. Хотя террористы так называемого исламского государства совсем недалеко, на другой стороне Ефрата. Вот так работают российские специалисты сводного отряда разминирования. Метро за метром осматривают территорию освобожденного района. Используют новейшее оборудование. Металлодетекторы, системы подавления радиосигнала, бронеавтомобили «Тигры», «Тайфун» — самые современные средства индивидуальной защиты. Чувствуется напряжение, так как работают артиллерийские установки системы противника. Найдено очень много противопехотных мин, противотанковых мин, поставленных на неизвлекаемость. Также находим газовые баллоны, самодельные взрывные устройства. Уже российские саперы обнаружили и обезвредили более 4000 взрывоопасных предметов. Боевики ИГИЛ при отходе минируют строения и устанавливают фугасы на дорогах. В этом недостроенном доме нашли снаряд. Извлечь его невозможно. А военные уничтожают взрывное устройство на месте. Минные заграждения ликвидирует специальный робот — комплекс «Уран-6». Оператор дистанционно управляет машиной, которая механически уничтожает противопехотные мины. Боевики по-прежнему ведут огонь по городским кварталам. В день на улицах Де Резора взрывается до 10 мин. Эта семья живет на передовой. Все время, что здесь, длится война. Нам помогает только Бог. Идем, я покажу, куда попала мина и погиб мой сын. Вот здесь погиб сын. Теперь мы боимся, поэтому живем на первом этаже. От этого дома до позиций террористов не более 300 метров. Бежать им было некуда, поэтому остались в собственном доме. Боевые действия здесь продолжаются, но люди говорят, возвращается нормальная жизнь. Видишь, что у меня есть? Хочешь попробовать? Мальчику три года. Он родился во время блокады города. Пару дней назад впервые попробовал томаты и конфеты. В доме впервые за более чем три года такой обед. Традиционная сирийская домашняя кухня. Так готовят, только в большие праздники. Бросайте свою камеру, садитесь и пообедайте с нами в конце концов. Мы вернулись к нормальной жизни всего пару недель назад. До этого у нас не было ничего. До сегодняшнего дня жили в страхе. Теперь, конечно, тут не совсем безопасно, но более спокойно. В тяжелые времена, когда мы голодали, нам помогали солдаты, которые несут службу рядом с нашим домом. Спасибо им за это. В этой семье уверены, самое тяжелое время позади. Даже несмотря на то, что их дом по-прежнему на передовой, и война продолжается. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести неделя. Из Дерезора. Сирия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова